Девушки отдыхают В нем участвуют Керис Рок из Нидерландов, Сергей Иванов Свенерик Бьёклунд шведский гонщик и Раис Мустафин наш спортсмен Он вчера в первый день в соревновании выступал неплохо набрал 10 очков занимает сейчас 5 место а лидирует после первых 20 гонок Юрий Иванов из Красноярска и за ним шведский гонщик Эрик Стэнлунд у Иванова 15 очков максимальное количество очков он набрал в первый день у Эрика Стэнлунда на очку меньше 14 Далее следует Сергей Иванов участник это брат младший брат Юрия Иванова но мы чуть позже расскажем и о наших ребятах и естественно о братьях Ивановых у него 19 очков у Сергея Иванова 11 у Сергея Казакова и вот 10 очков у Раиса Мустафина которая принимает участие в первом заезде второго дня состязания гонщики появились уже на льду и сейчас будут отправляться на старт я сразу скажу что этот репортаж так же как и предыдущий мы ведем вместе с заслуженным тренером РСФСР Олег Павловичем Яровым и вот Олег Павлович вчера во время ночной гонки репортаж который возможно телезрители видели у нас не было возможности рассказать подробно о ледяном спидвее поскольку мы показывали самые яркие самые интересные фрагменты первого дня состязания личного чемпионата мира сегодня день сегодня нам четче видно отчетливее видно и сам стадион и заряжение гонщиков и мотоциклы и поэтому сразу напомним главные условия соревнований состязания проводятся на дорожке длиной около 400 метров да около 400 метров и каждый гонщик стартует каждый день по 5 раз то есть таблица составлен с таким условием что каждый встречается с каждым обязательно в течение двух дней и каждый гонщик в одном заезде проезжает по 4 круга за финиш первым он получает 3 очка второй гонщик получает 2 очка третий финиш получает 1 очка и четвертый получает 0 то есть очков не получает давайте посмотрим как будет стартовать сейчас Раиса Мустафин он идет по четвертой дорожке ну сразу же занимает лидирующее положение Сергей Иванов Раиса Мустафин идет вторым но светский быстрый с юрбом опять обошел Раиса Мустафина нужно отметить что у него очень хороший старт Юрий Иванов как говорится кое-как с ним справился перед самым финишем буквально да этот шведский гонщик больше всего пожалуй неприятности ну за исключением конечно Стэн Лунда больше всего доставил неприятность нашим ребятам да он ничего не настроил по-нуевому вот Раиса Мустафин не может никак приблизиться к нему а в свою очередь Сергей Иванов не может оторваться от Бьерклунда но я думаю у Сергея позиция уверена и он финиширов первым итак три очка получает Сергей Иванов два очка у шведского гонщика Свена Эрика Бьерклунда и Раиса Мустафин одно очко вот посмотрите как выиграл старт Сергей Иванов пытался Раис Мустафин выйти на второе место но здесь очень тактически грамотно построил гонку шведский спортсмен и не пропустил Раиса на вторую позицию а затем и увеличил уже разрыв и финишировал вторым как мы видели Раис Мустафин не так давно в сборной Советского Союза 3-4 года тому назад он пришел в сборную я хочу сказать что очень способный волевой спортсмен характером вот и у него он еще молод достаточно 26 лет ему только по меркам спидвея опыт приходит с годами но если учесть Олег Павлович что здесь выступает Юханссон шведский гонщик которому по-моему в этом году появляется 46 год так что конечно у Раисы еще все впереди ну в этом наверное и преимущество мотоспорта потому что опыт приходит с годами да знание техники большую роль играет ну фактически каждый гонщик это и механик он и механик и следствия и все что угодно он освоен ну давайте познакомим телезрители с участниками 22 заезда Сергей Казаков по первой дорожке на втором Ян Дигурт шведский гонщик Антонин Кладовский по третьей дорожке и Брюк Гриб английский спортсмен по четвертой ну здесь Сергей Казаков конечно не упустит своего шанса к сожалению в первый день он упал и ему не был засчитан один заезд и тем не менее он все равно входит в число лидеров соревнований да он готов побороться и за одну из медалей я скажу что вчера 12 заезд явился для него камнем предкновения в гонке он имел все шансы на большой взгляд родное ему будет чемпионское звание да конечно надо напомнить что Сергей Казаков это наш самый опытный гонщик двукратный чемпион мира вот изусуриста ну посмотрите какое серьезное сопротивление оказывается ему достигает Сергей Казакова но он не его не пропустит скорее вот как определить сейчас кто был первым ну посмотрите как колеса буквально Сергей финансировал первым сейчас дождемся все-таки объявления но очень очень хорошо подготовились к финалу чемпионата мира шведские гонщики не правда ли да и итог этой подготовки 9 то что 6 максимальное количество гонщиков максимально невозможное количество гонщиков от сборной швеции и от нашей команды да 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 напомним это в финале вот там падение сейчас посмотрим кто-то да это чехосоватский гонщик Антонин Клотовский упал неудачно не вписался как говорят гонщики гироши но падение насколько я понимаю было не на такой большой скорости так что возможно ничего страшного не случилось мы должны сказать что напомнить что вчера в первый день соревнований также было два падения вот упал Сергей Казаков гонщиков и очень неудачно упал ярмахир вассоя из Финляндии он к сожалению получил небольшую травму все в порядке ну вот немножко повреждено плечо болит плечо и врач запретил ему выступать в соревнованиях ну что ж гонщики люди мужественные мы уже привыкли говорить в их адрес эти слова и очень мужественно выносят все падения они ведь случаются довольно часто на ледяном кругу особенно когда уже лед поврежден шипы шипы режут лед длина шипов 22 миллиона миллиметров это острые стальные шипы ну за счет их собственно и держатся гонщики на ледяном полотне третья гонка второго дня чемпионата мира в ней участвует лидер Юрий Иванов напомню что он не проиграл первый день ни одного старта набрал максимальное количество очков так Юрий Иванов он стартует по третьей дорожке на первой дорожке Василий Афанасьев за ним пар Олаф Тирениус из Швеции и Хельмут Петер Нюба вместо Хирва стоит стартовать да произошла замена И так Юрий Иванов под 14 номером сразу же выходит на первую позицию пока не получается гонка у Василия Афанасьев и замыкает заезд но сейчас он уже идет третьим ему останется объехать как говорят спортсмены первой Олафа Тирениус гонщика из Швеции куда-то ему не удается тоже опытнейший гонщик ему 40 лет уже много лет участвует в чемпионатах мира Юрий с большим отрывом идет впереди все у него поговорить все спокойно ясно последний круг ну вот два слова Олег Павлович обращающих Иванов я хочу сказать что это оба спортсмена ну можно так сказать что самород знаете ли заниматься в спортсменском клубе при патажирском автотранспортном управлении и клубы своему не изменяют на период службы в армии занимались на МЧТ но если Юра то Юрий 29 лет ему то брат на три года моложе у них я знаю просто как по заказу есть дети еще и у обоих мальчик и девочка мальчик и девочка да но я хотел бы сказать еще что у них есть еще и третий брат Валерий самый младший который который тоже занимается спидвеем и очень успешно выступает он уже был чемпионом Советского Союза в прошлом году как знать может быть и в сборную попадет да я думаю что у него есть сейчас те шансы стать на одну лестнику лестнику раздражать братья но это будет тогда наверное уникальный случай когда три брата будут выступать в сборной скажем в чемпионате мира это просто очень любопытно интересно ну а сейчас сейчас 24 заезд здесь от нашей команды выступает Виталий Русских напомним результаты предыдущего заезда вот вы видите Иванов три очка за ним Пер Улов Терениус два очка Василий Афанасьев одно очко и запасной гонщик это Петер Нибо из Финляндии он не получает очков 24 заезд Виталий Русских по первой дорожке Эрик Стенланд по второй Хаса Юханссон напомним самый велиководный участник финал чемпионата мира 46 лет ему и Тоби Лингрен также из Швеции три шведских гонщика Виталия Русских ну здесь конечно главным действующим лицом будет Эрик Стенланд вчера он только однажды проиграл и проиграл лидеру Юрию Иванову я сегодня утром разговаривал через переводчика с Эриком Стенланд но настроение у него отличное и он сказал что будет бороться до конца ну вот конечно выиграть у Стенланд для каждого из наших гонщиков это дело принципа я так понимаю да и наши ребята как говорится настроены на Стенланд в каждом заезде где встречаться будет с нашими спортсменами значит они должны ему дать бой то есть побоить Юрию посмотрите как хорошо стартовал Виталия Русских да и он отошел на старте Стенланд а ведь у Стенланд прекрасный старт пожалуй лучший из всех участников чемпионата мира вот острейшая борьба Стенланд забирает вот посмотрите как на все таки какой у него прекрасный мотор да на прямой уходит буквально да мотор у него один из я бы сказал самых лучших на температе мира ну и конечно мастерство Эрик Стенланд который когда-то дебютировал на московских лужниках еще совсем юным гонщиком за эти годы набрал опыт и сейчас один из самых лучших гонщиков мира все же не удалось удержаться на первой позиции Виталия Русских москвичу и Стенланд первый Русских на втором месте он получает два очка а Стенланд списывает в своих еще три очка и так лидеры и Юрий Иванов и Эрик Стенланд получили по три очка в первой серии заездов они продолжают цитировать у Иванова 18 очков у Стенланда 17 вот такое соотношение сил вся борьба естественно впереди и мы с вами будем это наблюдать вам показывает Юрий Иванов сейчас он стартует в очередном заезде чем же ответит наш лидер на выступление Эрика Стенланда вот видимо так и будет борьба между ними за первенство до самого последнего заезда я все-таки надеюсь на 25 заезд который состоится след за этим заездом и на 26 заезд да следующий заезд после этого после этого здесь будет в главе старшим тренером Сергея Старыхов возлагает большие надежды на то что Сергей отберет очко Сергей Иванов поможет брату поможет и себе в том числе но естественно поскольку он тоже сейчас идет на третьем месте тоже борется за одну из медалей и так на по первой дорожке Томми Лингрен рядом с ним Герри Трок Голландия Сергей Казаков и Юрий Иванов да за старта там уходит лучше Лингрен но тут же наши гонщики выходят на первую позицию они заняли внутреннюю пробку но посмотрите как хорошо скорится Лингрен впереди Юрий Иванов четвертый номер у Казакова Казаков рядом с Лингрен да очень грамотно надежно прикрывает Юрия ну и стремится сам занять на этом заезде второе место я думаю у нас ребята удастся этот заезд и они в таком порядке да все нормально ну что ж три очка еще ни одного поражения не потерпел на финале в Эндховене Юрий Иванов еще три очка за ним Сергей Казаков два очка и Томми Лингрен одно очко Геррит Рок не получает очков вот так и идут состязания лидеры отвечают победой на победу теперь слово за Эриком Стэнландом 26 заезд вместе с ним здесь как говорил уже Олег Павлович будут стартовать Василий Афанасьев и Сергей Иванов ну мы уже рассказывали о братьях Иванов Олег Павлович несколько слов о Василии Афанасьеве Василий Афанасьев мастер спорта международного класса он был ли чемпионом мира в командах в соревнованиях да он командом в первенстве был чемпионом мира в составе команды и из Уссурийска в одном клубе со знаменитым Сергеем Казаковым да у них целая плеяда выросла за последние годы хороших спортсменов также однофамилиц Иванов есть Иванов вот Афанасьев Казаков Ну чем объяснить Олег Павлович то что вот спидвей развивается не в традиционных спортивных центрах скажем Москва Ленинград хотя и в Москве есть гонщики вот в италии русских из Москвы а вот будем говорить так в Сибири ну понятно погода а еще почему ну я хотел бы акцент сделать на погоде именно что это зимний вид и зима дольше однако смотрите вот во всей Европе уже давно на искусственных дорожках стартует ну к сожалению мы не имеем такой ни одной дорожки да тоже проблема да это большая проблема нашим ребятам приходится много тренироваться компенсировать на натуральном льду чтобы выступить отлично на искусственной дорожке недостаток опыта здесь да такого а в общем-то если говорить откровенно вот скажем взять стадион в Эндховене то здесь можно заниматься ну практически круглый год да практически ну вот сейчас смотрите сейчас достаточно уже теплая весна в Центральной Европе и дорожка в прекрасном состоянии я хочу сказать что зарубежные гонщики не получают достаточно времени тренироваться на таких дорожках ну да здесь как-то бежат значит в деньги вот это очень дорого стоит для них тренироваться итак давайте посмотрим интереснейший заезд Эрик Стэнлунд сразу сразу закладывает фидерство ну а что же Сергей Иванов он сейчас на второй позиции борется Сергей очень правильно атаковал и он сейчас вышел вперед и отчисляет Эрика на наружной броской но Стэнлунд опять вот Сергей сейчас должен правильно зайти и ближе выйти сейчас он но выход получился да не получился хотя мы видим что классно этих бойщиков приблизительно одинаков да теперь пожалуй все ясно так естественно еще ясно Эрик первым Сергей вторым и Василий парачев снижировал четвертым ну что же это была очень интересная гонка такая я бы сказал драматическая поскольку конечно Сергей очень настраивался на эту гонку со Стэнлундом не удалось не удалось пока не удалось но еще много событий впереди и все может быть итак вы видите результаты предыдущего заезда здесь победил Сергей Казаков мы естественно выбираем наиболее интересные моменты гонки поскольку 20 заездов естественно показать не можем в репортаже но сейчас сейчас пожалуй кульминационный заезд здесь Юрий Иванов встречаются и Эрик Стэнлунд два лидера ну вы видите Иванов на второй дорожке Стэнлунд стартует по четвертой дорожке на первой Свен-Эрик Йоклунд и на третий Брикс Гриб из Великобритании итак кто же сейчас выиграет вчера удалось Юрию выиграть у Стэнлунда сегодня пока впереди Юрий удачно ушел со старта и занял ближний дорожок бой его подставило то есть как говорят гонщик сорвало но он удержался еще один сбой еще один сбой кто-то нервничает Юрий чрезмерно нужно ему успокоиться и вести гонку в своем темпе и стиле но сейчас пускай он все-таки отрыв у Стэнлунда уже значительный впереди Эрик Стэнлунд обидно так хорошо он начал гонку выиграть старту Стэнлунда и потом такие достатные сбои но это уже дорожка будем ждать финиш вот сейчас пошли последний вот атакует 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 смотрите и падает нет да я это финиш вы посмотрите какой просто драматический заезд конечно конечно Юрий ну все что мог предпринял для того чтобы достать Стэнлунда он уже буквально падал мы сейчас на самом финише мы сейчас наверное увидим с вами заметный повтор этого момента ну вот Олег Павлович как вы считаете за счет чего сейчас Стэнлунд выиграл Иванова я считаю что сегодня он заезд Юрия Иванова более спокойно провел уверенно и вот это сказалось ну вот давайте посмотрим вот так сбой был у Иванова и вот здесь обошел его Стэнлунд открыл ручку газа резко резко и сразу поторвало мотоцикл встал на дыбы но он нашел силы удержать какие-то доли секунды доли секунды он здесь проиграл но этого достаточно было чтобы Стэнлунд вышел вперед и в дальнейшем Юрий так же нервно проводил операторы голова телевидения Вероника показывает в заметном повторе весь заезд вот еще один сбой вы видели да таких сбоев было три и вот посмотрите вот здесь он буквально врезался в бруствер в ограждение но все-таки доехал но доехал третьим доехал все-таки третьим ну что ж конечно надо отдать должное Юрию он боролся до конца на третьем месте конечно даже потеря одного очка это уже чувствительно для лидера потеря двух очков ну что ж будем смотреть дальше сейчас очередной заезд и так Юрий Иванов теряет сразу два очка Стэнлунд обходит его на одну очко и становится лидером по сумме тридцати тридцать один заезд позади после тридцати одного старта впереди Стэнлунд на втором месте Юрий Иванов 22 очка у него Стэнлунд 23 да досадно досадно конечно очень досадно но что сделаешь это ледяные гонки гонка есть гонка предугадать что-то заранее твердое уверенное в процессе не нужно сейчас стартовал следующий заезд здесь от нашей команды выступает Василия Афанасьев сейчас идет четвертая дорожка стартовал и Раис Мустафин номер его десятый сейчас Раис идет на второй позиции а впереди 12 номер это Ян Сигур шведский гонщик да еще раз мы убеждаем что очень сильная очень ровная команда шведская команда вот Раис ведет борьбу Сигургом и да кажется обходит его последний круг он пошел идет первым бой у шведских гонщиков ну а Афанасьев к сожалению идет четвертым и так Раис Мустафин спритывает против три очка мы уже говорили об этом годечке очень чувстволюбивый по спортивному злой Раис Мустафин да он настроился на этот заезд и я хочу сказать что победа ему далась не просто Ян опытный Ян Сигур и шведский гонщик Лингерин оказали серьезное серьезное сопротивление ему но Раис выдержал в этом характер проявляется да над стадионом в голландском городе Инковине идет мелкий холодный дождь но и честно говоря настроение у нас подстать к этой хмарной погоде этому дождю конечно очень рассчитывали мы на успех Юрия Иванова в заезде со Стэмландом но вы все видели будем говорить что не повезло однако здесь такая пословица говорят ведет сильным но вот сейчас очередной заезд здесь тортовал Юрий Иванов еще один заезд к его участию он сейчас впереди и вместе едет Раис Мусасин и Виталий Мускин и Холотовский Вася Грис Мусасин что-то случилось когда Виталия Юрий сейчас спокойно докатывается большим отрывом до финиша осталось его убить больше круга вот так бы спокойнее ехал все было бы нормально здесь он очень перенервен резко ну не шел бы ва-банк а приехал вторым и все и тогда разница была в очках и тогда как знать может быть перезаезд шансы да ну сейчас у нас такая ситуация что по-прежнему Юрий Иванов отстает на очко от Стенлунда у Иванова 25 у Стенлунда 26 ну и здесь нужно рассчитывать на вот следующий заезд в котором Сергей Казаков товарищ Юрий Иванов по сборной опытнейший мастер будет ехать в одном заезде с Эриком Стенлундом вот удастся Сергею Казакову выиграть этот заезд отобрать хотя бы одну очко у Стенлунда удастся и тогда тогда у Юрия Иванова есть шанс стать чемпионом мира вот так складывается нынешняя гонка нынешний финал очень интересный напряженный драматический и несмотря на дождь 8000 зрителей жители не только Эндховена но и близлежащих городов приехали из Бельгии болельщики из Федеративной Республики Германии из Австрии одним словом очень много поклонников в Светле смотрят нынешний финал вот сейчас нам показывают бокс где готовят свои машины заезд угольщики на ваших экранах лидер Эрик Стенлунд вы видите как он сосредоточен собран да сейчас ему предстоит очень важный заезд его соперником будет Сергей Казаков идет чистка льда позади уже 36 заездов однако вряд ли поможет эта чистка льда выправить что ли если можно так сказать лед после 36 заездов он уже разорван буквально шипами мотоциклов в особенности конечно внутренний радио да в основном все кончики предпочитают езду внутренней пробки поэтому и вырабатывает кратчайший путь к победе так можно сказать однако мы неоднократно видели уже в ходе соревнований этих что многие гонщики особенно к концу гонки пытаются избрать более далекий но более легкий путь по большому радиусу там где лед сохранился лучше ну впрочем каждый выбирает сам тактику а все зависит от того с какой скоростью гонщик проходит поворот если скорость высокая значит он должен и по чистому льду надежно не сорвало но сейчас пока у нас есть еще несколько минут до начала очень важного заезда уже наверное можно вспомнить историю чемпионатов мира ведь за многие годы в основном наши гонщики становились чемпионами мира выигрывали крупнейшие турниры лишь трижды если мне не изменяет память иностранные гонщики завоевывали звание чемпионов мира это это Антонин Шваб из Чехословакии Милан Шпинько из Чехословакии и Эрик Стеллунд да Эрик Стеллунд это было 4 года назад на московском льду да вот тогда в Москве Эрику удалось а ему было тогда всего 21 год сейчас уже 25 удалось обыграть наших ведущих гонщиков тогда выступали такие знаменитые как Владимир Стухов Анатолий Бондаренко Юрий Иванов еще Сергей Тарабанько выступал по-моему нет я думаю что его уже тогда не было да Сергей сейчас ведь четырех он у нас четырехкратный чемпион мира Сергей Тарабанько и сейчас один из тренеров сборной знаменитый гонщик ну как он в качестве тренера я думаю у него получается вот один из Виталий Русский неплохие результаты он его тренирует да ну а тренирует нашу сборную уже многие годы Сергей Александрович вторых опытнейший тренер все время возглавляет нашу команду и сейчас конечно вместе с ребятами очень и очень волнуется да предстоит очень нелегкая 37-я гонка и все наши надежды на нее Сергея Казакова двукратного чемпиона мира отчаянный гонщик да у Сергея храбрости не занимать на моей памяти сколько раз он уже рискуя для победы рискуя и падал и снова вставал да таможенственный комплект и хороший товарищ ну вот сейчас наверное Сергею нужно проявить все свои лучшие качества поскольку выиграть у Эрика Стэнлунда сейчас на сегодняшний день архи сложно итак четвертый номер Сергей Казаков он уже на дорожке за ним вот вы видите Эрик Стэнлунд выезжает на старт Сергей по первой дорожке Стэнлунд по второй Пер Олаф Тирениус шведский гонщик опытный сорокалетний гонщик по третьей дорожке и Раис Мустафин по четвертой мотоцикл ведь спортивный мотоцикл для резиновой не имеет тормозов да эти мотоциклы оборудованы только шипами и торможение происходит за счет двигателя то есть гонщик убирает газ и двигатель соответственно и мотоцикл промедляет свой ход а если падение если падение на этот случай предусмотрен аварийный стоп вот гонщика на руке шнур который выдергивается но сейчас начался заезд это очень важный заезд Сергей Казаков проиграл старт Эрику Сеннену но сейчас он его пластую передвижаться к нему и чуть впереди он чуть впереди вошел очень правильный поворот но Эрик Сеннен опять на пол колеса ушел он напрямую выигрывает да чувствуется разница в двигателе но Сережа не сдается Сергей по внутренней бровке идет буквально ложится Лед Соразбит сейчас по дорожке это опасный путь посмотрите опять поиски Сергей падает второе падение на этом чемпионате ну рисковал конечно вновь рисковал Сергей и мы об этом говорили заезд остановлен упал ведь по собственной инициативе да он самостоятельно упал и что характерно упал ухера заедет но рискует рискует конечно Сергей каждый раз рискует идет по внутренней бровке а она уже изрезана шипами удержаться очень сложно ну что аннулирует результат заезда результат заезд будет повторен но я же без Газакова ну как решит главный судья ну вот вы видите Сергей идет все нормально улыбается хорошо что ничего не случилось все может быть на этой скользкой опасной трассе ледяной а перезаезд будет уже без его участия но это еще раз мы с вами видим как выиграл старт Эрик Стэнлорд итак повторение заезда но уже без Сергея Казакова и конечно сейчас сцена будет я думаю нет сложно Виталий Русский съедет здесь но наверное не сможет оказать райису райису Стапина попросите да Эрик Стэнлорд был и победа принес ну там видите уже фактически мы с вами видим заезд чемпиона мира последний заезд чемпиона мира Эрика Стэнланд единственный шанс был у Сергея Казакова отобрать такие важные такое важное очко одно очко у лидера шведской команды делать это не удалось и на последний круг золотой наверное круг пошел Эрик Стэнлорд да отрыв у него огромный на сторонке Раис Мусатин Раис Мусатин ну что случилось да это Эрик Стэнлорд как по приветствую зрителей открыл ручку газа и на одном колесе финишировал вот он чемпион мира 1988 года по ледяному стиле 25-летний гонщик из Швеции Эрик Стэнлорд зритель его приветствует он потерял всего одну очко набрал 29 очков и стал чемпионом мира нам остается узнать серебряного и бронзового призеров чемпионата мира ну это будут наши советские спортсмены стартовали Юрий Иванов его брат Сергей Иванов спортсмены из Красноярска вот сейчас они ведут борьбу с двумя светскими бойщиками Яном Зигуртом и Куртом Югером сейчас большой отрыв уже братья от преследователей своих Сергей я думаю что Сергей должен выиграть Юра сейчас бой для Юрия Иванова уже не имеет значения место занятое в этом заезде поскольку он обеспечил себе серебряную медаль а Сергею нужно быть по крайней мере вторым чтобы получить бронзовую награду смело боролись наши ребята здесь на льду голландского стадиона в Энховене смело боролись но уступили в честной и равной борьбе итак Юрий Иванов серебряный призер его брат Сергей Иванов получит бронзовую медаль а чемпионом напомню стал 25-летний шведский гонщик Эрик Спустя 4 года он вернул себе звание лучшего ледяного гонщика мира на этом нам остается закончить репортаж который был организован советским телевидением вели его заслуженный тренер РСФСР Олег Яровой Сергей Покровский всего доброго до свидания Редактор субтитров Редактор субтитров